От бурной аплодисменты! Дмитрий Розалов! Вы свидетельствует замечательную, бесподобную петербургскую актрису, актрису молодежного театра на Фонтанке, Эмилию Спивак. Хочу обратить ваше внимание, что это мероприятие у нас уникальное еще и тем, что это мероприятие придумала библиотека Приморского района, это выездное мероприятие, и у нас сейчас в гостях замечательные руководители библиотеки Приморского района, ее постоянные почитатели, читатели, да, и, конечно же, работники этой библиотеки. Это добрая, надеюсь, будет традиция, когда у нас мероприятие выездное, такое шикарное пространство, как дом журналиста Невский сервис, такой старинный особняк, прекрасный зал театральный, да, где, собственно, вот подобные встречи и будут у нас происходить на фестивале. Мы рады приветствовать вас, дорогие зрители, на пятом всероссийском фестивале книжный маяк Петербурга, и у нас не просто звезда, а такой маяк, человек-маяк петербургской сцены. Я ее знаю давно, знаю ее творчество, и хотела бы спросить такой вопрос. Когда мы с тобой готовились, мы готовились, да, к этому интервью, мы говорили о том, насколько важно вообще вот это понятие литературы, да, в жизни актеров, в жизни актрисы, вот этот поиск истины, в чем он заключается. В поисках истины у нас называется наша история, наша творческая встреча для тебя, как для актрисы. Я не знаю ответы сейчас, да, мы проговаривали это, наверное. Вот у меня заготовлены такие вопросы еще тут камерзные, интересные, яркие. Что для тебя, как для актрисы, литература, основа литературная, когда ты работаешь? Ну, я, простите, немножко волнуюсь, сейчас адаптируюсь к нашему разговору. Ну, я начну с того, что любая актриса и любой актер это прежде всего человек, и мое глубочайшее убеждение в том, что вообще личность человека во многом формирует именно литература. мне кажется, что литература очень развивает человека. Она заставляет его воображение работать. Это, ну, то есть, помимо того, что сейчас принято считать, что литература — это некий досуг, да, как кино, там, не знаю, музыка, еще что-то, но мне кажется, что вот литература, она наиболее сильно заставляет человека быть участником активным того, что он воспринимает это искусство, потому что, когда мы что-то смотрим, мы уже видим какую-то готовую картинку, а литература все-таки, она заставляет вот эти картинки рисовать воображение. Ну, и вообще, мне кажется, что человек, который много прочел, он имеет меньше иллюзий в жизни, потому что он знает, что бывает и так, и так, бывает вот такой взгляд на жизнь, бывают вот такие истории в жизни. Поэтому я думаю, что это очень человека обогащает. Спасибо большое.